Небольшое предновогоднее турне. Ярославский губернатор посетил сегодня Углич, Ростов и поселок Семибратово. Миссия приятная. Глава региона поздравил с наступающим Новым годом детей и вручил ключи от квартир молодым специалистам. Детский дом Углича. Подарки ждут своего часа под елкой. Для гостей из Ярославля воспитанники подготовили новогоднюю постановку. Со снегурочкой, снеговиками, проделками бабы-яги. Все как полагается. Атмосфера самая непринужденная. Как сказал губернатор, этот праздник всегда погружает в детство. А еще заставляет задуматься о будущем. Вот Сергей Николаевич сейчас говорит, удачно сложившегося бюджета. Выжить бы нам в интересном 2015. Он красивый 2015 в цифрах. Но какой он будет? Будет зависеть, конечно, от нас. В детском доме воспитывают 10 детей, оставшихся без попечения родителей. Гости познакомились с условиями их жизни. Оценили новую спортивную площадку, где ребята занимаются подвижными играми. В Ростове губернатор вручил ключи от новых квартир трем молодым врачам. Жилье куплено на областные деньги по социальной программе. Ключи получили две недавние выпускницы медицинской академии и молодой врач, который уже 7 лет работает травматологом ростовской больницы. Здесь проходила практику весной два месяца. Мне очень понравился. Мне понравился коллектив, где я работаю. Всегда встречаются с любовью, всегда помогают в трудную минуту, поддержка. На новоселье Сергей Ястревов пришел, как настоящий Дед Мороз, с подарком. Углы обмыли чаем. Молодые доктора соседи, и все пока что не имеют семей. Так что шутили сегодня, они перспективны вдвойне, с приданым. С этого места начинается построение каждой семьи и, во всяком случае, мысли человека о том, как связать себя с этой землей. А для меня это самое главное. Чтобы они здесь остались, чтобы они здесь работали, лечили людей, рожали детей, создавали семьи. И делать вот это нужно многократно. Губернатор признался, что много лет назад свою первую квартиру получил от завода. Из мебели был один табурет. По программе в этом году выдано 14 квартир. В будущем ее продолжат уже с более широкой географией. А в посетке Семибратова – губернаторская елка. 120 ребятишек из неполных, малообеспеченных и многодетных семей. Дети с ограниченными возможностями развития. Вы всегда имеете в виду одну маленькую хитрость, что все подарки приносит Дед Мороз со снегурочкой. А спасибо нужно говорить – папе с мамой. Заметно, что дети готовились к празднику. Каждый хотел рассказать стишок новогоднему деду и губернатору. И всем это удалось. Марина Смарагдова, Александр Быков.